Христос посреди нас, мои родные и любимые христолюбцы, все братья и сестры во Христе, род избранный, народ святой и Божий, царственное священство, люди, взятые в удел, всем желаю радоваться и веселиться в Господе, возрастать в благодати и в познании Господа нашего, и сущего над всем благого и неизменного Слове Своем, Бога Иисуса Христа. Христос посреди нас, братья и сестры, был, есть и всегда будет, а Он есть любовь. Я всех вас люблю, любовью Христовую, надеюсь, и вы меня. Сегодня воскресенье, и я хотел бы записать такой ролик. Я, так мягко скажем, редко читаю книгу «Откровение», да, точнее, совсем не читаю практически. И вот, а, кстати, сейчас я... Просто я хотел вам... Потому что я, конечно, знаю, что вот особенно в Восточном Кривославе, там вообще людей позапугали, что ничего читать нельзя. Мы обязаны читать Священное Писание, мы обязаны его понимать так, как мы сами понимаем. Потому что Господь будет судить человека. Вы помните, как говорил Иоанн Богослов, что свидетельство веры в самом человеке, да, это раз. А вера, мы верим во что? Конечно, человек верит в истину. По крайней мере, в ту, которая сейчас у него на данный момент, в его жизни, в его сердце. Поэтому мы свидетельство истины только в человеке-самом семье. Бог просвещает каждого человека, пришедшего в мир. Апостол Павел пишет, что от начала, которого не познали, да, то есть Господь всегда со всеми. Я об этом буду тоже ролик скоро, может быть, в следующий ролик запишу «Голос Божий». Вот, и мы там посмотрим, что Бог всегда со всеми людьми, ни от кого никогда не отходит, ибо Он есть абсолютная любовь и неизменный наш Создатель, Родитель. Вот, вы помните, как Господь сказал, что если даже ты услышишь слово Евангелие и не поверишь, я не сужу тебе, но логосом, голосом своим в сердце твоем я буду судить тебя. Павел говорит, вы помните прекрасно, Тимофею, говорит, вникай в себя и в учение. Сначала вникаем в себя, а потом в учение. Мы свою жизнь, свою жизнь поверяем по бумажке, по Евангелию, по Новому Завету. Вот, а с братьями вообще другой разговор. С братьями-сёстрами мы истинно, если что-то у нас непонятки, мы действительно можем сверяться только по Писанию. Мы, конечно же, на себя опереться не можем. Вот я так думаю, вот и истина. Да, то есть мы как раз говорим, я вот это вот, давай по Писанию. У нас как бы центром является связующим это Писание. И мы каждый, говорит, я вот так это место, а я вот так. Ну вот, там как получится. Но это другая тема, я сейчас не буду на ней заострять внимание, да. Но вы помните как раз прекрасно, что Петр сказал. Во-первых, прежде всего, любой проповедник, вы помните, по образу апостолов, и в частности, очень хорошо об этом сказал Петр, мы, наша роль, напоминать прежде всего, возбуждать ваш чистый разум, взывать, как говорится, к совести, да, к жизни, по любви. Поэтому мы напоминаем слова прежде бывших пророков, если кто-то там ещё не удостоверился. Но хотя я говорю, зачем нам мессианство Христа, если мы уже уверовали в Него как в Бога, в сущего над всем Творца. Вот. А так мы напоминаем, и то мы напоминаем слова, а не заповеди закона. Закон Деяна Крестителя и пророки. Мы не под законом, мы под благодатью. Всякий, живущий под законом, проклят в Новом Завете. И заповедь Иисуса Христа. А заповедь Его для христолюбцев одна. Кто с Господом на прощальном ужине сидит, а все, кто в Него уверовали, крестились и родились свыше, все с Ним сидят. И чтобы вкусить Его, плоти и кровь, надо исполнять единственный Его заповедь, любить всех. От своих, любящих меня, естественно. Ибо если мы о своих не печемся, то уж тем более, как мы там будем кого любить? До любви врагов. А любить это как? Молиться, то есть желать им добра. Как ты что-то сделаешь, если ты еще и не желаешь добра? После молитвы мы выражаем это двумя видами деятельности. У нас есть язык, слово, да? Такая крупная группа, так скажем, нашей деятельности. По сути, это тоже тело. Поэтому благотворите, оно как бы делится на две. Благие слова и благие дела. Кстати, в Луке так и сказано покороче. Любите врагов ваших, благотворите им. И благотворите им. Любить, это значит молиться, то есть желать. Молитва – это внутреннее невидимое мышление человека. Поэтому желайте добра всем и благотворите им. А благотворение выражается в слове и в деле. Вот с чего я всегда буду, конечно же, начинать по образу апостолов. Как вы помните, Господь им заповедовал сотворить и научить. Они так и сказали. Я раб и апостол. И Петр заканчивает свое послание, для чего он их пишет. А я начинаю с конца опять, как они начали с конца Евангелия, так я начинаю с конца послания апостола Петра. Напоминаю вам, я говорю, слова, вы не евреи, не иудеи, чтобы вам слова бывших прежде пророков напоминать. О том, что это о мессианстве говорится, это не я вам толкую. Прочитайте тогда первое послание Петра. Там он говорит, что все изыскания пророков и законы были о Христе. И то, что им Дух Святой ложил, именно предназначалось нам узреть и познать. Поэтому я вам просто, как всегда говорю, покороче. Прочитайте первое его послание. Петр сам себя, как всегда, ой, что-то толкует. Ничего толковать не надо, надо внимательно читать. В первом послании Павел говорил, что все изыскания Ветхого Завета относились к пророков и законы, относились именно к Христу. Вот. И как раз вот Петр, да, в первом послании и говорит. Я вот сейчас, не знаю, я что-то не подготовился-то. Где там это нам сказано-то. Вот Петр говорит. К этому спасению относились изыскания и следования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, и следуя, на которой и какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда он предвозвещал Христово страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшим Духом Святым, послом с небес, во что желают проникнутые ангелы. То есть все изыскания пророков были о пришествии Христа, о его страданиях, о его воскресении. И что только в новое время благоествовавшим это все дано-то. А по поводу этого во втором-то послании, по поводу чтения пророков-то, да? Петр тоже четко говорит. Что при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, и не взойдет тут и не звезда в сердцах ваших. Зная, прежде всего, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божии люди, и был чедвижен Духом Святым. Я просто не раз слышал, как кривославные там проповедники, восточные, западных-то я не особо там слушал, коверкают этот стих, и типа вот нельзя Писание читать, пророчество нельзя толковать. Хотя мы все в Духе Святом, но вы помните, когда мы с вами о дарах духовных говорили? Дух один и тот же, а дары различны. И Бог свободен, Дух дышит где хочет, и дары раздает на пользу каждому. Для назидания церкви, чтобы любовью служили. Человеку может неполезный этот дар, а если нужен этот дар, Бог откроет человеку, какой нужен ему дар. Поэтому если у тебя не факт, что у всех это не обязательно, что если мы не умеем пророчество толковать, что у нас Духа Святого нет. Дары различны. Есть пророки, есть истолкователи пророков, и так далее. Поэтому как книги Иоанна Богослова я всегда относился очень ровно, и не особо любил ее даже читать. Но при этом у меня всегда вызывали, конечно же, с радостью я перечитывал первые три главы, как и в книге Бытия, ну и последние две там. А почему? Да все по той же самой причине. Потому что первые три главы, они как первые три главы книги Бытия, они просто символичные, образные, но они не пророческие, там никакие не пророчества. Кто их читал, тот видел. И еще, это слова Божьи, сам Бог говорит. С четвертой главы, поэтому я там у себя, вот кто на моем сайте видел, то, что я там Писание редактирую, ну то, что под себя, чтобы легко читать, проповедовать, чтобы можно было что-то там по метке делать сразу себе. На Христолюбие можете найти там раздел Писания наверху, и все книги Нового Завета есть. Я уже все их сделал, там подготовил. Ну, буду и дальше работать, то есть, ну, можно уже наблюдать. И самим, если удобно читать. Вот там вы зайдете, то увидите, потому что я слова Христа и Бога всегда выделяю таким оранжевым, апельсиновым цветом. Мне как-то он подходит так, ну, такой темный, темный. Я про дальтоник, может, это, конечно, и не апельсиновый, не знаю. Вот, некоторые слова подчеркиваю, чтобы обращать внимание на какие-то. И вот мы видим, что первая глава, что вторая, что третья, они целиком вот этого апельсинного цвета, это слова Божьи. И мне они всегда истинны. Вот, они как и в главах Бытия, там Бог говорит, и мне это очень нравится. И там нет никаких пророчеств. Это опять вот именно просто символы и образы. А их Бог открывает каждому ищущему и алчущему правды. Ну, и две последние главы Откровения тоже заканчиваются очень Божьими словами, очень интересно. И вот, кто, конечно, читал, вот со второй по третью главы Господь говорит к семи церквям, да. И, ну, семь церквей, на самом деле, церквей собрания, да. Это, на самом деле, так громко сказано. Думают, сейчас это делят там церковь русская, РПЦ. Блин, прям на вас клином сошелся, на этих кривославных востока. Прямо только ваши церкви. Это вообще, кто знает, вот эти Эфес, Космирнская. Это вот такая вот область, меньше области, в которой я живу, наверное. И это вот такие вот семь деревень, понимаете. И к каждой этой деревне как бы Господь обращается. Ну, что, уже тогда церковь была, мы знаем прекрасное время и все. А Эфес – это Македония, это Греция, грубо говоря. Вот здесь все это на юге, так скажем, или на севере Средиземного моря, или на юге, чего там, как это назвать-то, ну, Македонии. Так она тогда, сейчас все по-разному называется. Карта-то меняется, название. Вот. Поэтому это вот, это вот, вот в таком вот кусочку семи церквей. А мы, знаете, все, что сейчас сказать, вот я говорю, вот Пузево, Клеповка там, что тут у нас еще-то есть. Дмитровка всякая, Дмитровке скажи, да, это вот там, может, 20 человек собрание. Церковь – это собрание, да, по-гречески. И, конечно, это люди там начинают. Но это хотя бы им, что это образ, да. И все говорят, о, церковь одна. А как же вот вам? Эфесской церкви, Смирской церкви. Церковь одна. Ну, где же она одна-то? Ну, понимаете, если вот к этому относиться, вот так вот, всех вот этих чудо-обличителей, там, что только борцов за лжеистину в своей голове. Я говорю, задайте своим батюшкам там, или кому там вопросы. Я говорю, как это Господь посылает крестить во имя Отца и Сына Святого Духа в Марка, четко и по-русски. И ни один апостол, а точнее все, покрестили во всей книге Деяния, ни одного случая нет, где покрестили бы во имя Отца и Сына Святого Духа. Крестили всегда во имя Иисуса Христа и получали дар Святого Духа. Отцом там и рядышком не пахнет. Пусть они голову поломают. У них у всех единственное, хотя это, кстати, протестантский больше отмаз, что вот, типа, это приписка в Марке, там, с восьмого стиха, последний, типа, резко меняется повествование, это приписка. Но я вам когда-нибудь покажу, что это ошибка, так думать. Это люди так бездуховные, просто глаза у них закрыты. Это чудное повествование от смерти в жизнь. И я покажу эти, это окончание Марка, как она чудно Духом Святым нам написана. Это просто действительно поражает. Вот, поэтому там ничего не приписано, действительно, Евангелие от Марка целиком, от начала до конца написано его рукой. Ну, пусть там не Марка, неважно, кого там называют. Мы, на самом деле, точно не знаем, Марк это какой-то Марк. Это не имеет значения. Но то, что, кстати, это Писание цельное, я вам когда-нибудь покажу, или когда мы будем читать по порядку. И вот, конечно, к этим церквям, когда Господь обращается в откровение, здесь нет ничего, конечно, такого гениального, да, в одном смысле. Тут образы опять, и некоторые тяжело даются. Некоторые опять связаны, как Господь притча говорил, с какой-то там современностью. Ну, как, говорю, про то же самое семечко. Действительно, сейчас люди живут там, какие-нибудь подростки, тинейджеры, в городах, да он семечки-то в руках, может, не видел, как он там растет, он и не знает. Многое от нас далеко. Закваска. Ну, что знает там мужик, который ни разу в жизни тесто не квасил, да? Не все бывают образы понятные. И вот здесь то же самое, как бы, может быть, что-то просто непонятно, но на самом деле эти главы очень легко написаны. И мне очень они как бы нравятся. Ну, давайте прочитаем. Ангелу Ефесской Церкви напишет. Так говорит, держащий семь звезд, в деснице своей ходящей посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, труд твои, терпение твое. И то, что ты не можешь носить развратных, испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы. Нашел, что они лжецы. Ты много переносил, имеешь терпение. Для имени моего трудился и изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. И так вспомни, откуда ты не спал. И покайся, и твори прежние дела. А если не так, то скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его. Если не покаешься. Впрочем, тебе хорошо и то хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые я ненавижу. Имеющие ухода слышат, что Дух говорит церквям. Побеждающим дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божьего. Но тут мне, конечно, к Ефесской церкви, она, кстати, в центре всех этих поместных церквей, так назовем, деревенских. По-моему, в центре. А нет, или... Ну да, Ефес, получается, в центре. Я уж немножко подзабыл, если честно, карту. Вот. Да это не особо важно. Ну, по-моему, да. Потому что тут как раз не зря говорится о древе жизни и посреди рая Божьего. Поэтому Ефесская церковь, по-моему, посреди всех этих церквей по кружочку. И как Господь хорошо говорит, что да, ты там что-то делаешь, но ты оставил первую любовь твою. Вспомни, откуда ты не спал, и покайся. И твори прежние дела. Я всегда в скобочках добавляю любви. Дела любви. Ибо Господь нам дал одну заповедь. Любить друг друга. Слово «любить» — это глагол, означающий действие. «Люби» — значит «творить дела любви». Вот. Ну уж понятно о прежних делах. Он не о делах закона говорит. Я думаю, всем рожденным свыше это очевидно. Да? А не опять ни свечки ставить, ни купола красить, ни на синтезаторах и органах играть. Дела любви творить. И так вспомни. Петр говорит, «А кто забыл об очищении грехов своих, тот слеп, закрыл глаза и не видит, куда идёт?» Вы помните, всё это очень хорошо всегда складывается, потому что слова очень похожи, всегда очень близки, очень синемичные. Поэтому какой оставил любовь человек первую? Христа. Христа, как видимый образ, и любовь, как его сущность и имя. Мы после того, как покаялись, мы же все покаялись. Почему? Потому что нам хочется, чтобы Бог нас простил. Все узнают, что Бог — любовь. Ой, Он может мне всё простить, и мне ничего не будет. Я и здесь буду счастлив, и после смерти в рай пойду. И что мы потом? Вы посмотрите, в кого мы превращаемся через год, два, три, пять, десять в религиозной жизни, в сатанистов чистой воды. Это же очевидно, я думаю, для каждого. Это просто беда. Беда, братья и сёстры, возлюбленные мои. Вспомните первую любовь свою. Я к вам вопию, то, что сам отваливаюсь, и сам меня Господь всё время... Вы знаете, сколько я кругов таких проделал? От посла Ниана Богослова, от которого отваливаешься куда-нибудь во все тяжкие эти предания, там или... Я говорю, вот две беды. Это учение, это эллинство, это всё вот сюда. И вот язычество, саудаизм, это вот сердце, закоснилое, которое ожесточается, да. Вот первую любовь. Нельзя оставлять никогда. Первая любовь — это Христос. Это любовь, которая нас простила. И никогда нельзя... Этот крест Христов, никогда нельзя его оставлять. Действительно, как Пётр. Сейчас я вам найду, как же он говорит. Помните, красиво, всегда я вам привожу в пример это второе, это послание. Если это у вас есть и умножается, то вы не останьтесь без успеха и плода в познании, в соединении, в обожине, в причастии Господа нашего Иисуса Христа, а в ком нет этого, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Поэтому, братья, более и более старайтесь сделать твёрдым ваше звание и избрание. Так поступай, никогда не приткнётесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя в Иисуса Христа. Но только надо было целиком предложить. Первый абзац, вы помните, прочитать это первая глава до 11 стиха, где он и говорит, что вот в вере так мы сделаемся причастниками Божественной естества, когда в вере в нашей, которая, праведность от веры, в вере показываем любовь. Так что вот она, первая, любовь-то, Христос. Христос-любовь, который меня простил, меня простил. А если во мне нет этого, если я сам забыл и во что только не ударился в культ, Богу что-то начинаю там творить, Богу ничего тебе не надо, твори дела любви к людям. Хочешь что-то сделать Богу, сделай ближнему. Он сказал, я в каждом человеку, если ты малому этому сотворил, мне сотворил. Причём никогда ты в Мерседес ему 20 литров залил, потому что у Бога никакого ослёнка не было. А надо одеть нагого, напитать голодного, покрыть нагого. Причём, не забывайте, что это читается и духовно, и материально. Покрыть грехи, покрыть. Нагота – это грех. Сейчас мы здесь это прочитаем. И вы помните, как и в раю Нагота была не стыдился, а потом устыдился. Потому что Нагота была святость, а то Нагота позора и тьмы, и греха. Поэтому Адам стал стыдиться своей Наготы, потому что всё зло стало видно. У него тело было, вот, как стекольная комба, всё видно, всё прозрачно. Вот так вот. Вот какая она первая любовь. И как Господь хорошо взывает к этой Смирской церкви, которая посередине, которая древо жизни, посередине рая божьего, древо жизни, Господь Иисус Христос. Говорит, вспомни, откуда ты не спал. Вспомни, кто тебя простил и восставил в таинстве покаяния и крещения. И твори прежние дела любви. А если не так, то скоро приду и сдвину светильник твой с места его. То есть, что такое? Отними дух своего святого. Помните, как Давид хорошо говорит, не отними от меня, Господи, духа твоего святого, если не покаешься, так что вот так вот. Ну, Господь всегда, вот эти, они одинаковые все. Кто, я говорю, по моим посмотрит, я их специально, все они снова в абзаце, в каждой церкви все видно, хорошо, я все выделил. Там в конце всегда Господь говорит, вначале какой церкви, в конце побеждающему, что дам, и за что, как бы, укоряет церковь и говорит ей, как исправиться. И ангелу смиренную церковь напишет, так говорит, первый и последний, который был мертв, твой вот жив, знаю твои дела и скорбь и нищету, впрочем, ты богат. И злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, то есть, христиане, то есть, самые-самые праведники, они не таковы, но сборище сатанинское, иудеи, праведники, которые мы все себя мним, праведниками, а сами сборище сатанинское, там сборище, ведь собрание, это церковь, а там стоит слово синагога, вот есть экклесия, это церковь нового завета, а сборище, вот там греческих, хорошее слово стоит, синагога, синагоги, которые они, вот мы все в этих синагогах сатанинскими, противоборными, не бойся ничего, что тебе надо будет претерпеть, вот дьявол будет ввергать и среди вас темнится, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь не десять, будь верен до смерти, дам тебе венец жизни, имеющий ухо слышит, да слышит, что дух говорит церквям, они заканчиваются одинаково всегда, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти, ну там дальше идет расшифровка, что такое вторая смерть-то, вот, то есть какая самая простая-то идея-то, Господь, опять, мы все называемся праведниками, а по делам-то наши, по делам у нас не экклесия, а сборище, синагога сатанинская, сборище сатанинское, вот он укорять-то, экклесия, на что собираемся-то, я не буду специально слишком долго, да, я вообще, я хотел только к первой церкви, но хочу вам и все, и англопергамской церкви напиши, так говорит, имеющий острый с обеих сторон меч, знаю твои дела и что ты живешь там, где престол сатаны и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умершлен верный свидетель мой Антипа, но имею немного против тебя, потому что есть тебе там держащиеся учения Валаама, который научил Валаака Валаака вести в саблан сынов Израиля, чтобы они ели доложертвенно и любодействовали, так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которые я ненавижу, покайся, если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих, имеющие ухо, слышит, да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающим дав кушать сокровенную манну и дам ему белый камень, а на камне написано новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает. Ну вот, опять, что такие Николаиты, он говорит, что это кто идолы жертвенные и любодействуют, да, все опять идолы, вы помните, как Господь еще Ветхому Израилю говорил, что, ну, откровение, конечно же, было на самом деле предназначено опять для еще иудеев, уверовавших, ревнителей, закон, это же видно, как Иоанн Богослов и как Господь пишет это, вот, но она, в принципе, и послание его в нем чувствуется, и в этом, в Евангелии, вот, то есть, это мы все время себе идолов делаем, вкушаем и Бога, и Мамону, поэтому, вот, кто и ест, и дала жертвенность, что это такое? Опять не уповает на Бога, а любодействовали, что это такое? Опять не любили, опять ненависть, опять эгоизм, то есть, опять в две вещи, неупование на Бога, и нелюбовь к ближнему, по сути, можно так и истолковать. Ну, и как красиво, опять говорит, побеждающим, да, вкушается кровенную, Манну, да, опять, все эти образы, всем известно, то есть, Манна небесная, в пустыне, и белый камень, на камне написано новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает. Но на этом я говорю, не хочу всем останавливаться, мы сейчас не книги же посвящаем ролик, я хотел, по сути, вот про Пера сказать. И ангелу фиатирской церкви напишет, так говорит, сын Божий, который очень как пламень огненный, и ноги подобные Халкаливану, знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых, но умею немного против тебя, потому что ты поступай, попускай жене из-за вели, называющей себя пророчеством, учить и вводить в заблуждение рабов моих. Любодействуйте, есть и доложертельное. Я дал ей время покаяться в любодеянии, но она не покаялась. Вот я отвергаю ее, повергаю ее на одр любодействующих с ней великую скорбь, если не покаются в делах своих, и детей ее прожу смертью, и уразумеют все церкви, что я есть им испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим, находящимся в фиатире, которые не держат этого учения, и которые не знают так называемых глубин сатанинской, сказывают, что не наложу на вас иного времени, только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, будь пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, а не сокрушаться. Как и я получил власть от отца моего, и дам ему звезду утреннюю, имеющую ухода слышит, что дух говорит церквам. Но опять то же самое, любодействие идола жертвенное. Идол это все, Господь всегда говорит, не сотвори себе кумир. Идол в мире, идол это противо Бога все, поэтому это все отвращение, образы идол. Тут опять образы и символы, я не хочу на каждом оставаться, я хотел, я вам уже еще раз скажу, на первом просто. А эти зачитываю, ну, может быть, кто-то не слышал. Я говорю, тут нет никаких пророчеств, хотел вам даже показать, может быть, мы когда-нибудь в будущем поговорим. Опять идола жертвенное и любодействие. Любодействие это любовь к себе. То есть, опять мы любовь к ближнему заменяем на эгоизм. И упование на Бога заменяем упование на все, что угодно, на все человеческое. Поэтому Господь, испытывающий сердца и внутренности. И ангел Сардийской церкви напишет, так говорит, имеющий семь духов божьих и семь звезд. Знаю дела твои, ты носишь имя, я вот добавляю, христианина, естественно, потому что вверху то, что Господь сказал имя мое. Мое, мы помним, что в Антиохии в первый раз ученики стали называться христианами. Будто ты жив. Мы же все думаем, что мы живы. Кто уверовал иметь жизнь вечную? Да нет. Он говорит, будто ты жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти. Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Все, о, что-то все время совершенствует. Нам Господь говорит, чтобы мы были совершенны. Вспомни, что ты принял и слышал. И храни, и покайся. Приняли от апостолов. Слышали. Это храним и покаемся. В том, если уклоняемся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как вора. Ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не сквернили одежду своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белой одежде, и не сглажу имени его из книги жизни, и исповедуй имя его перед отцом моим и перед ангелами его, имеющие ухо слышать, да слышишь, что дух говорит церквям. Ну вот опять белые одежды. Вы помните, Господь о них все время говорит. О белой одежде, об имени в книге жизни побеждающему. И ангелу филадельфильской церкви напиши. Так говорит святую истину, имеющую ключ Давидов, который отворяет, и никого не затворяет, затворяет, и никого нет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я сотворил, отворил перед тобой дверь, никто не может отворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрех с имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, то есть исполнители заповедей, Евангелия, только ничего мы не исполняем. Мы там понапридумали всего, а заповедь одна. Уповать на Бога, любить ближнего. И без упования ты никакой любви на самом деле не будешь. Ты будешь так с плеча там что-то бросил. Никто, не отвергнувши себя и не последовав за Христом, любить не будет. Нести свой крест никогда не сможет. Нести крест можно только отвергнувши себя и следованием за Христом. Только тогда ты сможешь его нести и донести. Но не суть таковы, а лгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся перед ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от часа искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Вот гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего, побеждающим сделай столпом в храме Бога моего. И он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, имя города моего, Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое, имеющее ухо слышит, да слышит, ухо да слышит, что дух говорит церквям. Ну и последний. И ангел Ладикийской церкви напиши. Вот это мое любимое эфеское, как заканчивается Ладикийской. Так говорит «Аминь, свидетель верной истины, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или хоряч, но как ты теплый, а не горяч и не холоден, то изблюю тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужду, а не знаешь, что ты несчастен, ты жалок, нищ, слеп и нах. Ну все вот эти образы райского грехопадения, то есть нищета, слепота, нагота в грехе, несчастье, жалость, ибо советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться и белую одежду, чтобы одеться». Но опять образы обратные. Золото, одежда, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей. Не нагота, а срамота наготы. А там были наги с Евой и не стыдились, потому что нагота это чистота. Человек, который чистый, душа нараспашку, говорят, да, а есть человек закрытый. Человек закрывается злой, да, а если человек чистый, то и нагота его не стыдит, как не стыдил Адам и Евы. Бог создавал и тела в совершенном, и не было этого стыда, ни телесного, ни духовного. Сейчас мы всего стыдимся, и тела, и души. Так что срамота наготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Так будь ревностен и покайся. Кого Господь любит, Он тех обличит и наказывает сам. Нам Он никого ни обличать, ни наказывать, ни заповедовал. Он сущий Бог. Он сам человеку в сердце все скажет. И сам его, что надо, пошлет ему для вразумления. И так будь ревностен и покайся. Вот стою у двери. Помните, я вам говорю, откуда, понятно, образ, все идет прям параллельно, вот с тремя главами бытия. Почему мне так нравится-то? Они прям абсолютно идут зеркально. В общем-то, Библия, я вам говорил, чудесно так. Меня поразило в свое время, когда я только покаялся, прикоснулся с Писанием. Вот это, тем более, я вам рассказывал, что я одновременно там и Коран изучал. Все это, конечно, красота Библии породила меня, божественность. Потому что люди бы такого не додумались даже сделать. Вот это от начала до конца все, как Бог придумал. Вообще супер. И заканчивается прям вот все в параллели с этими тремя главами. Вот стою у двери. То есть это не Господь выгнал человека из рая. Рай – это сердце, он рассказывал. Образ земли – это образ тела человеческого, сотворен, когда Господь творил. Образ рая – это образ сердца. Образ рая – это желание, да. Вожделенный рай. Рай – это сердце, чувство, желание. А люди посреди рая – это как бы ум, это нус, это дух, это то, что мы начало, отец, это ум, рождающий какие-то мысли, то есть это есть пожелание. Я чего-то хочу. У каждой мысли есть какая-то цель. Ну и это древо жизни посреди рая – это, где есть человек, это жених его. По сути, человек тут уже адам или ум – это жених. Ой, это невеста. А жених – это древо жизни посреди рая. В этом раю ходил адам поначалу, ум один. Поэтому Господь дал нам ему на время, Еву, для познания, как помощницу для познания любви. Но к концовке мы приведем, что мы все будем с Господом. Не будет мужчины с женщиной, будет каждый человек с Господом внутри. Это вот образ. Хоть, конечно, не может женщина с деревом быть в браке, но это же образ. Поэтому посреди рая тот адам, который был создан, ему, он как невеста, этот адам, этот человек. Адам – это слово с греческой – человек. Там тоже в бытие так в синодальном понаписали все подряд в одну кучу. Там есть, где относятся к мужу, где там к человеку. Там надо все переписывать. Не знаю, как они там писали, такую кашу понаписали. Поэтому это мы из рая, это мы из сердца выкинули Господа. А что сделал адам, и мы все делаем до покаяния всю свою жизнь от рождения. И вот он стоит, вот стою дверистую чугу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду ужинать с ним. Ужинать – это вот этот прощальный ужин с учениками. И то, это там прощально. На самом деле здесь подразумевается, как, знаете, действительно романтический ужин мужчин и женщин. то есть Господь будет праздновать с тобой при свечах. Кто отворит дверь Господа, услышав голос возлюбленного, Господь войдет и будут они романтический ужин устраивать. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я на престоле, представляете, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его, имеющий ухо слышать, что дух говорит церквам. Ну вот, я говорю, особенно супер, мне нравится, как начинается, что мы оставляем всегда первую любовь. А что такое первая любовь? Мы познали любовь в Пожье, в том, что он положил за нас душу свою и уверовали в нее. Мы познали любовь. Причем не как-то, не Иегова сверху нам сказал любите друг друга. Хотя в сердце всем мы это знаем, закон бытия. Но Христос явился Бог Сущий в последнее время воплоти и сказал, что это так, показал. И мы познали в этом кресте его любовь явную и уверовали в нее, во Христа, в Бога и в его природу, в которой есть любовь. Вот во что мы влюбились-то. Я не знаю, как кто, я лично, когда был этой стрелой любви уязвлен, первый раз прочитав Евангелие. Поэтому вот никогда от этого отваливаться нельзя. Бог есть любовь. Бог есть дух. В Новом Завете мы ему поклоняемся в духе кротости, не превозношаясь, не тщеславясь, не обижаясь, когда нас поносят, терпя всех, потому что все покаются. И в истине, истина есть Бог. Истина, Бог сущая, егова, слова одного порядка в Библию употребляются. А это Бог есть любовь. Поэтому в духе истины поклоняться, это в духе кротости, любя друг друга. Потому что истина, есть Бог. А Он сказал, я есть любовь, и заповедь даю вам одну, любить друг друга. А любить, значит, творить дела. Добрые дела к людям творить. Словами и делами. Но, естественно, это без пожеланий, без молитвы невозможно. Ты все время себя настраиваешь. Молишься все время Господу. Обидел тебя человек? Помолись Господа, чтобы не ожесточиться. Но, кто знает, как это работает, и как это надо делать, тому мне не надо рассказывать. Надо желать, надо захотеть, вспомнить, покаяться об очищении грехов своих. И желать любить ближнего. Желать просто. Понять, что все мы на свете от одной крови. Все. Нет никаких не сатанистов. Все это так. Это все ребяческого ума. Если вы совершенные, придите в меру возраста Христова и творите уже одни дела любви. Уже не ищите никого там. Так что вот так вот первую любовь. Вспомните, откуда мы не спали. Ну все. Мне кажется, я вам вот так я хотел сказать. Закончу ролик опять напоминанием заповеди Господа. Да, в общем-то, я о нем и вам говорил. Давайте поблагодарим Господа нашего за все. Господи Иисусе, сущий над всем Бог, Творец наш и Создатель, любимый Родитель, слава Тебе. Спасибо за все, за всю любовь Твою, за то, что привел в мир бытие из ничего, из воды и водою, за то, что нас вел в это прекрасное царство, пусть и под проклятием, в котором мы можем возрастать. Возраст Твой по образу Твоему, следуй за Тобой стопочку в стопочку, ибо только на этой страдательной земле мы можем пролить кровь Нового Завета по образу Твоему, жертвенно любя и любящих нас, и неблагодарным и злым, и даже врагов наших. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Спасибо за все. Спасибо за всех слушающих меня. Спасибо за все. Твое благословение всегда на всех любящих Тебя. Веру в это и исповедуем. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Ну вот, как хорошо. Господь посреди нас всегда, помните это, Он везде. Бог живой наш, христианский. Господь просто сокрылся, чтобы не притыкать нашу свободу. Он не брал палку и не берет ее сейчас. Если что, и посылает для испытаний веры, только для нашей пользы. Вы это все прекрасно знаете, чтобы мы возрастали. Причем в этом мире скорбей и страданий мы действительно можем научиться богоподобной уподобице истяжать божественное естество. Именно божественное естество, которое невероятная любовь, просто невероятная. Ну, вот так вот. Ну, что, всех храни Христос, все мои, кто не знает, канальчики наверху, адреса на ютубе, смотрите, подписывайтесь, что интересно, все мои контакты для связи. Внизу я всем всегда рад общаться. Ну, а все полезные ссылочки, какие есть справа. Всех храни Христос по образу и примеру апостола всех святым целованием крепко-крепко приветствую. Теперь уже прощаемся и всех крепко-крепко обнимаю. Ну, пока-пока. Продолжение следует...